Герминогенный ГО написано, герминогенный опухоль. Я вам давала. А, всё, извините. Всё, извините, пожалуйста, да. Но говорить об актуальности не приходится. Вроде бы 1% заболеваний всего. Но это молодые люди, которые могли бы работать, а мы каждый год 300 человек где-то хороним в России от того, что неправильно лечим, от того, чтобы они неправильно, не вовремя обратились. И, конечно, это печально. Вроде бы и опухоль, она визуальная. Тем не менее, мы всё-таки на деле видим метастатические формы. И опухоль высокочувствительной химиотерапии. Здесь не нужно каких-то новых канонов. Здесь не нужно таргетных препаратов. Не нужно онкоиммунологических препаратов дорогих. Просто нужно выполнять то, что необходимо. И то, что, конечно, достигается результата лечения за рубежом, это, конечно, вызывает нас в недоумении. Посмотрите, вот этот слайд на меня всегда производит очень большое впечатление. Это эпидемиологическое исследование, проведённое в Великобритании. Оценили выживаемость всех пациентов за 40 лет. И вот посмотрите, за 40 лет, за 40-летний период, с 70-х годов до 10-х годов, увеличилась выживаемость пациентов до 50%. Не до 50%, а наполовину. То есть 50% больных живут больше 10 лет. И на первом месте, посмотрите, тестикулярный рак. Почти 100% живут пациенты 10 лет. То есть их практически вылечивают. Как ни странно, на втором месте посмотрите меланома. Это тоже говорит о том, что мы что-то в стране у нас не доделываем. Так вот, вроде бы обычные стандарты, которые нужно выполнять. И всё вроде бы расписано. Но, тем не менее, вопросов очень много. И ту проблему, которую сегодня поднял Алексей Александрович о лечении больных с неблагоприятным прогнозом, она действительно актуальна. И вот в этом году на АСКО было всего два выступления, касающиеся герминогенных опухолей. Первое – это как раз исследование, касающееся лечения болезнь с герминогенными опухолями с неблагоприятным прогнозом. В общем-то, дизайн исследования достаточно простой. Если у больного после первого цикла БЭП недостаточно снижаются маркеры, то этот пациент подлежит рандомизации. Либо продолжали БЭП, либо проводили интенсивную химиотерапию, о чём говорил как раз Алексей Александрович. Добавляют токсатэ, причём всё, и токсаны добавляют, и фосфамид, и цисплатин, и фосфамид, блеомицин, акселеплатин. То есть такая вот достаточно серьёзная смесь. Но посмотрите, пятилетняя выживаемость таким образом достигла 60%. Уже флуап достиг более пяти лет. И общая выживаемость, безрезидивная выживаемость 60%, а общая выживаемость 78%. И вот прозвучала такая фраза, и была просто красным таким вот подчёркнуто, что вот именно ранний переход на интенсивную химиотерапию в случае медленного снижения уровня маркеров, недостаточного эффекта – это новый стандарт лечения больных с герминогенными опухолями с неблагоприятным прогнозом. И другое было выступление, касающееся высокодозной химиотерапии. Что делать с теми пациентами, которые приходят с рецидивом заболевания или быстро прогрессируют, нечувствительны к препаратам первой линии химиотерапии. И есть такая опция проведения химиотерапии высокодозной, с пересадкой сваловых клеток периферической крови. Это не является стандартом. Мы в своей практике проводили нескольким пациентам, есть у нас и неплохие результаты. И вот одно из исследований было освещено в этом году на АСКО. В общем-то, дизайн тоже не тяжёлый. Больные, те, которые приходили с первым рецидивом или вторым рецидивом заболевания, им проводили высокодозную химиотерапию стандартными препаратами – это карбопалатин и этапозит. Но две высокодозные химиотерапии с расплантацией опять же сваловых клеток периферической крови. Ну вот, как видите, результаты достаточно неплохие. Цена вопроса, касающаяся осложнений, это 5 вторичных лейкопени и 6 больных умерло от токсичности. Но, тем не менее, авторы придерживают своего мнения, что, конечно, это одна из возможных надежд на лечение пациентов именно с таким неблагоприятным прогнозом. Поэтому, конечно, подводя это, можно сказать, что вообще вот такая вот особенность у герминогенных опухолей – это высокая степень потенциальной излечимости – выводит их из обычной, обычной ряда наших онкологических заболеваний. И выполнение международных рекомендаций, и лечение пациентов именно в центрах, там, где ими занимаются, это должно быть просто, по-моему, как аксиома. И я хотела бы закончить свое выступление такими словами, что излишняя торопливость точно так же, как и медлительность, ведет к печальному концу. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Спасибо.